Дагестан примет более 500 детей из Белгородской области. Ход организации работы по их приему и размещению, а также другие актуальные вопросы по экономическому развитию республики обсудили на совещании под руководством главы региона Сергея Меликова. Среди тем, которые оказались в центре внимания, работа с обращениями граждан и организация выездных приемов жителей региона. Багинат Устарханова расскажет обо всем по порядку. Начали заседания с обсуждения трагических событий в Подмосковье. Сергей Меликов в очередной раз отметил отзывчивость дагестанцев. Эта поддержка выражала сил в проведении масштабных мероприятий, которые вчера охватили всю нашу страну, весь Дагестан. Они были действительно народными. Жители республики всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Уже в ближайшее время регион примет у себя порядка 550 детей из Белгородской области. Они будут размещены в оздоровительных лагерях и школах-интернатах республики. По поручению Сергея Меликова создан оперштаб по организации приема и дальнейшего пребывания детей и их сопровождающих. Предполагается по распределению 350 детей из 43 родителя на базе Солнечного берега, круглогодичного нашего детского лагеря. 100 детей в школе-интернат для детей-сирот и остальше при беспопречении родителей в городе Махачкалы. И 100 детей в государственной образовательной организации, вообще образовательной средней школе-интернат номер 6 в городе Махачкалы. Указанные учреждения проводят мероприятия по подготовке к приему детей, сопровождающих их с лицом, в том числе к организации образовательного процесса. Обсудили на заседании работу по обращениям граждан. За первый квартал текущего года их зафиксировано около 4 тысяч, что на 15% обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число заявлений направлено для рассмотрения в Минэнерго, Минстрой, Минтруда, Миноборнауки, Минздрав Республики. Результаты анализа обращений граждан показывают, что активность населения в некоторой степени вызвана недостаточной информированностью. Большую часть обращений можно было бы избежать, если бы заявителям была доступна интересующая их информация по актуальным вопросам. В этой связи предлагаем поручить руководителям ОМИ на своих официальных сайтах создать специальный раздел, в котором бы публиковалась информация о наиболее часто встречающихся вопросах и примерных ответах на них. Для улучшения работы с населением министерством и ведомством поручат организовывать выездные приемы граждан гораздо чаще. Это позволит наладить эффективную обратную связь и больше погрузиться в проблемы на местах. Говорили также и о наболевшей проблеме, о пресечении работы несанкционированных торговых площадок. Минпромторгам Дагестана совместно с МВД и органами местного самоуправления республики проводится комплексная работа в этом направлении. Из обследований в крупных территориях, работающих в формате стихийных рынков, четыре таких территории сложены в городах Махачкала, Хасавюр, Унац и Дербен. Выявлено было 369 незарегистрированных лиц, а считающих производителей до настоящего времени. В завершение совещания Сергей Меликов напомнил, что в месяц Рамадан Дагестан посетит делегация послов исламских стран. С их участием в Дербенте пройдет коллективный ифтар от имени главы республики. Байгина Тустарханова, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров. Время новостей.